Еще одна техника для работы с неприятными эмоциями, которая позволяет освободиться от этих эмоций достаточно быстро, называется заземление. Ее суть заключается в том, что мы начинаем чувствовать более хороший, более качественный контакт с землей, с поверхностью, с опорой. И благодаря этому то напряжение, которое возникает из-за неприятных эмоций, мы не держим в себе, а фактически позволяем ему выйти, позволяем ему в каком-то смысле вылиться. И благодаря этому наше состояние может достаточно сильно меняться. Использовать эту технику можно в двух форматах. Выбрать какой-то один из них или, собственно говоря, использовать оба. Первый вариант, он достаточно простой по такому внешнему виду, но при этом достаточно важный и глубокий по своей сути. Первый вариант заземления, это когда вы встаете на, собственно говоря, любую поверхность, это может быть пол, ковер, если это где-то на улице, то это, собственно, может быть земля, неважно. Вы встаете и немножко расслабляете свои колени, если показать так, получится, что немножко расслабляете свои колени, при этом ваши стопы устойчиво стоят на поверхности. И свой мысленный взор вы направляете на ноги и особенно на ту часть, которая соприкасается с поверхностью, ну в данном случае с ковриком, с полом, а через коврик и пол вообще с поверхностью земли. И чувствуете вот этот вот контакт, чувствуете это заземление, это вот сцепление своеобразное. При этом важно, что ваши колени достаточно расслаблены и ваш таз достаточно расслаблен. И вы можете ощущать очень такой устойчивый и очень качественный контакт с поверхностью, с землей. И в тот момент, когда у вас есть какая-то неприятная, в том числе сильная неприятная эмоция, важно, ощущая с одной стороны эту эмоцию, с другой стороны, ощутить вот этот самый контакт с поверхностью. Поло с поверхностью земли, ну в буквальном смысле заземлится. И просто вы можете поделать это какое-то время, это обычно не занимает много времени, может быть минуту-другую. И чувствовать, что происходит с вашей эмоцией, когда вы фокусируетесь на своих ногах, на ощущении соприкосновения стоп с землей, что происходит при этом с вашей эмоцией. И возможно вы заметите, что каким-то образом это чувство стало меняться просто благодаря тому, что вы почувствовали себя более устойчиво. Особенно это может помочь тогда, когда есть не просто какое-то неприятное чувство, а есть еще очень много мыслей в голове насчет этого чувства, своеобразная такая мыслительная жвачка. И получается, что энергия этого чувства, она очень сильно, образно говоря, уходит в голову, вместо того, чтобы наоборот уйти через ноги вниз в землю. И когда вы целенаправленно обращаете внимание на свои ноги, на контакт у вас с поверхностью, с землей, вы направляете энергию этого чувства вниз, и она постепенно может начать уходить. Это первый вариант, как можно использовать. Второй вариант, кому-то он может быть более близок. Это вариант, когда вы ложитесь. Он может быть использован в меньших случаях, потому что для этого нужна как минимум та поверхность, на которой вы можете лечь. Но коврик не обязательен, в данном случае просто я его использую. Если это дома, то это может быть пол, ковер. Если это где-то на улице, если опять же позволяет такая возможность, вы можете просто лечь на землю или на траву, или если зимой на снег. И все начинается опять же с того, что вы фокусируетесь на своем неприятном чувстве, которое есть в данный момент, и которое вам бы хотелось трансформировать. И далее вы ложитесь на спину, в позу звезды. То есть ваши ноги несколько расставлены, руки тоже. И в данном случае ваше внимание вы фокусируете на всей поверхности, которая соприкасается с полом или с ковром, а через пол и ковер с землей. И что еще очень важно, одновременно вы чувствуете свое дыхание. Даже можно сделать его более глубоким. Ощущая вдох и выдох. Одновременно ощущая то неприятное чувство, которое есть. И мысленно можно представить, как будто бы есть сейчас вы, есть ваше тело, есть это чувство где-то внутри вашего тела. И есть огромная поверхность земли, на которую вы сейчас можете опереться. Как на что-то очень устойчивое, очень надежное, очень прочное. Как на что-то, что способно вынести любое напряжение, любую эмоцию, любое состояние. И продолжая дышать, продолжая осознавать контакт поверхности вашего тела с землей, вы просто можете позволить происходить тем процессам, которые будут происходить, не пытаясь ничего контролировать. Просто ощущая, как будто бы часть той тяжести, связанной с неприятным чувством, вы можете отдать земле. А может быть даже и всю тяжесть. Максимально пробую расслабить все части своего тела, делая более глубокое дыхание. Ощущая, как будто бы своей спиной, ногами, руками, плечами, головой, я опираюсь на что-то огромное, на что-то очень надежное, на что-то очень прочное, на то, на что я могу на 100% положиться и опереться. Как будто бы весь свой вес я могу сейчас отдать земле. И в этот момент вы можете заметить, как ваше чувство может меняться. Оно может уменьшаться, оно может на какое-то время усиливаться или перемещаться внутри вашего тела. Или перетекать в какое-то другое чувство. Но скорее всего вы заметите, находясь в таком положении, что так или иначе начальное чувство, с которым вы начали работать, каким-то образом стало меняться. А это значит, что какой-то процесс внутри вас начал протекать. И если дать ему достаточно времени, позволить ему просто происходить, не контролируя его, не мешая, то, скорее всего, вы заметите, что со временем это чувство начало уходить. И потом, в какой-то момент, когда вы будете готовы, вы можете очень аккуратно, не спеша вставать обратно. И, возможно, это потребует у вас, займет у вас некоторое время. Но, опять же, это не час, не два, не день. Как правило, это может быть несколько минут, ну, максимум несколько десятков минут. И затем, когда вы встанете, вы можете, как бы, еще раз так мысленно просканировать свое внутреннее состояние и посмотреть, как вы чувствуете себя сейчас. Вполне вероятно, что вы заметите, что то начальное чувство, которое вас беспокоило, которое вам хотелось пережить и отпустить, что этого чувства внутри вас уже нет, а там есть что-то другое, значимое и важное для вас. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok